Рождество И знал, что Бог родился нам Мы в Рождество поздравим всех Иисус родился и просил нам грех Мы в Рождество говорим друзьям Мира и любви желаем вам И сказал им ангел, не бойтесь Я возвещаю вам великую радость Которая будет всем людям Ибо ныне родился вам в городе Давидов Спаситель, который есть Христос Господь И вот вам знак, вы найдете владельца В пеленах лежащего в язве И внезапно явилась ангелом Многочисленная Горьба Небесная Славящая Бога и взывающая Слава Вышли Богу И на земле мир В человеках благоволения И сегодня, в этот день Хочется всем вам пожелать Чтобы этот мир был у каждого вас в сердце Чтобы этот мир у вас был всеми В отношении с другими людьми Чтобы этот мир был у вас На работе, в школе Чтобы этот мир был во всех сферах вашей жизни С Рождеством вас всех крестовым Кто не скажет, который сейчас Поезд А ну да, сейчас, Даша скажет Сколько? 16-13 16-13, да Хорошо, спасибо А скажите, пожалуйста, сколько Только давайте так будем руку поднимать Сколько в одном часе минут? Кто? Давай 60 минут в одном часе Хорошо Сколько часов в одних ступках? Поднимай руку Так, Ваня, давай я тебя увидел 24 минуты 24 часа Хорошо Теперь сложнее Сколько ступок в одном месяце? Есть несколько вариантов ответа Если будет правильно Так, давай Сейчас У вас 8 Так, подожди Нет, надо 20 28 28 Еще, правильно 30 30 Так, давай 31 31 Еще сколько? Высокозный год Сколько? Нет 29 29 Да, то есть Месяца разные, да 12 месяцев И каждому по-разному Число 30 31 28 29 Хорошо Теперь самое сложное А может быть самое легкое Сколько в году дней? Кто скажет Нет А давайте кто еще не отвечал Ну, сколько в году Больше отвечал? Давай Ты еще один Сколько? Дней В году Совершенно верно А почему 26 Потому что февраль Да, либо высокозный год Либо невысокозный Молодцы То есть целых 366 65 дней Да, это много или мало? Много Много, да? За год вообще Много происходит Таких событий Да? Очень много, да? Но я знаю Секрет один Что у вас есть Один особенный день Который вы очень долго ждете Каждый раз в году О, этот день очень радостный Долгожданный Да? Есть такой Угадал я? Да А ну, давайте все вместе скажем Что это за день? День рождения Точно Это день рождения Действительно он радостный, ребята Ждете его? Целый год, да? А хотелось бы он был Не раз в году, а раз в месяц Да Да А что такого радостного У него? Кто мне может сказать? А ну, Виша, скажи Что это правда основное? Те дарят подарки Так, радостное, то что тебе дают подарки Так, еще что? Пусть няшки Пусть няшки покупают Что еще радостного? Это мне Что? А, давай Друзья пришли Это радостно Тоже друзья, да? Так, кто еще? Взрослые можете тоже участвовать Поздравить за рождение Поздравить за рождение Что все радостные, да? Как-то и дают Все радостные, да? Хорошо Ну, по сути, как бы Все сказали, да? То, что действительно Раз в день То есть мы На рождение ждем кого? Там бабушка Дедушка На рождение Грузия А прийти его, да? Оно На классике Зависим Кто Ну, друзья Хорошо Смотрите В основном, как бы Немного, да? Люди празднуют Ваше День Рождения Правильно? Определенный Курсимик Которых вы знаете Да? То есть вам Не приходят на рождение Какие-то люди Там Соседи Да? Из других городов Не приезжают Да? То есть вам будете Нет? То есть тех, кого вы знаете Да, дедушка Да Да Я думаю, что да Хорошо А есть Один На свете Тот, чье День Рождения Празднуют Все Все люди в мире Как вы говорите? День Рождения Христова День Рождения Христова, да? То есть Рождество Этот день действительно Он особенный И этот день празднуют Все Люди на земле Хорошо, ребята Спасибо большое Сейчас мы с вами проведем Небольшую песню Овечки, коротки Склонят свои головки Приятно удивиться Что в гости к ним не обидеть Они совсем не знали Не знали Не знали Не знали Не знали Как вы говорите Иисус Христос смирился, и в нищете родился. И в хранительных запей, и для церковых пей, Пусть сможет соцходить, на параматах все. Ай-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дом радости, город Веслеем. Да или нет? Кто знает правильно? Да. Да. Дом радости? Ага. Кто знает, как Веслеем называется? Так. Нет. Нет. А так? Кто знает правильно? Веслеем. Дом левого. Правильно. Но нет, это правильное. Правильно же. Волхвы подарили Иисусу золотом, ладом и снежным. Да или нет? Да. На борту. Да. Правильно, Дед, да. Теперь вопрос, просто вопрос. Какой был знак пастуха, чтобы найти Иисуса? Ну вот это вот, вот она, четвертка, первые вот они поднялись. Четыре, которые поднялись. Пастуха, вот она поднялась, сразу. Пастуха, вот она поднялась, сразу. Ангел, 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 нет, такой был знак пастуха. Пастуха, поднялась, Ангел мне не сказала, вот он знал. А ну-ка, 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 какой же пастух, Ангел? Как интересно, а ну-ка, ну-ка, что же Ангел сказал? Ответ был. Там какой ответ? Звезда на небе. Нет, не звезда. Звезда на вокруг людей. Она, я бы сказал, вот в городе Давидовом родится вам спасительный. А знак, вот так вот, как они его значат? Громче говорите, а то, что тетяне не слышат ответы. А вот если же не ставится, вот вам знак. Вы найдете младенец, лежащего в днестях. Это шикарно. Младенец, лежащий в кормушке для скота. Заберут? Вот такой знак. Молодцы, наконец-то правильный ответ. А что, взрослому отдавать или кто-то ответит? Да, вопрос следующий. Христос. Когда взрослые тоже могут участвовать? Христос означает помазанник, мессия. Да или нет? Да. Правильный ответ. Да. Мария, Мария родила Иисуса в бедную хижине. Да или нет? Вот тут подняли девочек. Так, а ну-ка родила? Да. Да? В бедной хижине родила? В хижине родила. Подождите, давайте кто отвечал, кого подняли. Кто знает, какая ответа? В хижине родила, да? Соня, 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 Соня. Она родилась в бедную. Ой, вот, Соня. Правильно. Это правильный ответ. Нет, потому что не в хижине, а в бедную. А теперь вопрос для моих более больших детей. Виклиев был в наделе колено Рувима? Да или нет? Город Виклиев. Вот пришли, Иосиф и Мария, в город Виклиев. Виклиев был в колене Рувима? Нет, девочка, не в хижине. Нет. Правильный ответ. Нет. Потому что и в бедную, как в колено. Нет. Надежда. Еще не раз? Это было в колено Рувима Рувима. И еще не доработала там дела? Нет, не первый раз. Правильно. Следующий вопрос. Я снова не делаю. К Марии и Иосифу убежали в Египет от гнева царя Ирода. Да или нет? Да. Правильный ответ. Да. Вернувшись на родину, Мария и Иосиф жили в Иерусалиме. Да или нет? Вернувшись на родину из Египта, Мария и Иосиф жили в Иерусалиме. Нет. Правильный ответ. Правильный ответ. Нет. Ответы жили в Иерусалиме. На залейте. Молодец. Следующий вопрос. Болквы ушли из Итлиема другим путем. Да или нет? Вкуп. Да. Да. Правильный ответ. Да. Ура. Следующий. Весь народ. Весь народ в Израиле. знал о рождении Иисуса Христа. Да или нет? Ну, давайте. А ну, как и сам органах. Нет. Да. А мы не знали. Каждый занимался. Мы не называем. Иоанн креститель крестил в реке Иордан. Да или нет? Да. 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 Скажите, пожалуйста. Да, это правильный ответ. Скажите, пожалуйста. Кто мне сказал, что примерно за сколько лет до рождения Иисуса Христа были последние о Нем пророчества? Примерно хотя бы. За сколько лет? Кто из ваших детей может на себе? За сколько лет до рождения Иисуса Христа Может, средние о Нем пророчества? Да. Вы не знали? Да. Ну, ну. Кто так летит? Жюля подняла ручку. Да. Это бывает за сколько лет? 600? Это первое. Да, здесь первое. А последнее примерно за сколько лет? 600. Ну, правильное дело. Это демократия. За 200. Да. Первое пророчество за 600 лет. Примерно. И последнее. Вычьте 200. 600. Это было подсказано. Да. То есть, от 600, до 400 лет были пророчества в Иисусе Христе. Хорошо. Куда Мария положила новорожденного младенца Иисуса? Для маленьких вопросов. Куда, куда, куда? Самый маленький. Кто ответил? Куда? Еще шутки, еще не отвечают. Ваня, куда положили? Кто еще младен? Ваня, куда пошла? Поднимаю, отвечай. Не отвечаю. Ну, давай. Вот так положим. Ясно. Правильно. Правильный ответ. Мария положила новорожденного Иисуса Христе. Какая профессия была у Иосифа, отца Иисуса? Кто скажет? Какая профессия была у Иосифа? Да. Плотник. Правильно. Плотник. Правильный ответ. Вот еще такой вопрос. Израиль. Во времена рождения Иисуса Христа вы под властью греков? Да или нет? Нет. Нет. А по чьей властью кто знает? Рим. Человека. Рим. Все четыре Евангелия описывают Рождество. Да или нет? Нет. Во всех четырех Евангелиях Рождество описано. Ну, кто скажет? Кто еще не отвечал? Нет. Правильно. Правильный ответ. Нет. Да. От рождения Иисуса Христа очистывает свое время новая эра. Да или нет? Нет. Нет. Да или нет. 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 мы делим круг на 3 части одной и той же сейчас посмотрим, если по это место сделаем один, а если нету круг на 3 части так это круг делают они? да, они сделали большой круг так, ребята, совмещайтесь можем присоединяйтесь с тем этим кругом хотим? можете назад сюда еще отходить отходить, сделаем попроще посмотрите, правда игры очень простые у меня есть мячик и мне нужен человек, кто за счет давайте уже сюда скрутирует, не присоединиться Юра подгибает мячик и делает флопок пока мяч в воздухе подгибает флопок и поймает и, да, один раз он был критер, мяч приходит в следующий другому не получается сидеть на место но когда пойдет целый круг на руку усложняется теперь вырабатываете за два и все спокойные положения не будете отправить прямо до человека хорошо? хватит пробуем Юра начинает и дальше будет сейчас против в этот раз вы можете и не спешить на обратно негативатив Девушки отдыхают. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Молодец. 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 Здесь. Раз. Так вот. Бери, ну прямо в руках. Четыре. Это все, да? Убей. Ты поняла? Чуть поздновато, как это делается. Иди, шею. Вот еще у нас. У нас две пары. У нас одна пара. Давай, пойдем. Та зернице стоишь на голове. Сижу, ты стоишь. Сижу, ты стоишь. Сижу, ты стоишь. Я и segalaсь. Три. Петровичный результат. Поехали! 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 Все, молодцы! Вы умнете вообще, у вас очень хорошо получалось. Всем спасибо большое. Вы что, не игрались? Нет, не игрались. Я знаю, но уже время, надо заканчивать. И сейчас я тоже небольшая игра. У кого есть, смотрите, руку с младшей, сестра или брат. Вот, а поднимите. Так, хорошо. Смотрите сейчас, у меня еще, может? Я сейчас буду расставать какие-то вещи, предметы с твоей рука. Будете говорить, что это. Так, вот, давайте так. Что это? Давайте все вместе будем, да? Попрямуюсь, правильно, хорошо. Так, что вот это такое? Что? А вот чистый, чистый станок. Так, что у нас тут? Вот это что такое? Еще как называется? Пищалочка, да? Пищалочку вытащили. Да, правильно, молодцы. Так. Вот это что такое? Резина сейчас, да? Это то есть для головки маленького ребенка. Хорошо. Так, вот это что такое? Бутылочки, да? Что туда наливают? Молоко. Молоко, может быть водичку, да, простую? Хорошо. Так, пошли дальше. Так, что вот это такое у меня? Зрень. Зрень. Ну, что? Я пищу. Проще. Да, правильно, детская, детская жидкость. Правильно. Так, вот это что? Что такое? Расческа, да? Это расческа, не щетка, да? Расчесочка, правильно. Так, ну, давайте. Что вот это такое? Пеленка. Молодцы. Смотрите, как мы все знаем. Просто... Молодцы. Так, хорошо. Вот это что такое? Соска. Тоже верно. Так, что? Что? Вот это. Бойник человечек. Все правильно называют по-разному, да? Да. Хорошо. Вот это что такое? Соска. 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 Так, медленные соратки. Просто... Носочки. Пилеточки еще называют. Пилеточки. Я знаю тоже какие слова. А, славец. Пилеточки, да. Так, ну... Что вот это такое? Соска. Соска, да? Хорошо. Ну, так... Сейчас еще осталось. Сминадчик, да? Хорошо, молодцы. Вот это что? Салфетки. Какие это салфетки? Ваши салфетки. Правильно. Так, сколько мне еще тут осталось? А, вот. А вот это что? Говорили. Салфетки, салфетки, да? Ваши. Правильно. Молодцы, ребята, да? Ну, это, я знаю, что не костюм Беда Мороза, да? Это... Для чего это нужно вообще? Что нам это говорить? О чем? Для кого? Для маленьких деток, да? То есть, для младенцев. Скажите мне, пожалуйста, вот, когда у вас там родился братик или сестришка, вы как вы узнали об этом? Как вы узнали об этом? Как узнали? В том, что сказал? Говорите. Ну, давай, Вань, давай. Я узнал, потому что папа сказал. Так, папа сказал. Хорошо. А кто сказал папе? Ну, давай. Мама, я знаю, дома. А как она прибежала, сказала, Леша, я надела это, а она назад, ну, как? Ну, хороший малый голос такой. Леша, я надела. Так, давай. Ты? Как ты узнала? Мне мама сказала, что я в соседине. Когда родился. Вот, родился младенец, и вы об этом узнали. Кто мне скажет? Как еще? Давай. Наденька лучше. То есть был телефонный звонок, да? Хорошо. То есть отправляют в клинику, телеграмму, либо телефонный звонок. То есть мы так узнаем о рождении ребенка, да? И в Библии есть тоже одна история, которую мы сегодня с вами будем смотреть, которая касается непосредственно Рождества Христа, да? Мария и Иосиф, да? Были родителями из Христа, и кто-то тоже рассказал о этой вести, да? Но тогда не было ни чего, связи, да? Ни мобильных телефонов, ни телеграмм, ничего. И об этом люди многие узнали, да? И сегодня мы сейчас с вами посмотрим эту историю о том, как появился на свет Спаситель Иисус Христос. Видите, а? Все, ребята, давайте сейчас немножко успокоимся и будем смотреть эту историю. Хорошо, пока внимательно смотрите. Я потом спрашиваю, что там было. Хорошо, ребята, большое всем спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам, за то, что вы разъявили эту радость вместе с нами. Сегодня, конечно, Господь каждому из вас приготовил также подарок, да? В сегодняшнем мультике говорится самый большой подарок, который привел Господь, это еще раз. Иисус, рождение Иисуса Христа, Спаситель, да? И сегодня еще мы вам дадим небольшие подарочки. Вы пока давайте оставайтесь на местах. У нас, ребята, кто планировали подарки раздавать, чуть-чуть поменялось. Дети остаются на местах, мы лучше раздадим им по подаркам. Так что, сейчас сидите все пока. Мы сейчас раздадим подарки, а потом помолимся, попросим благооблагословения на нашу дальнейшую жизнь. И, кого-то интересовало, кто еще раз перехал, первый раз к нам пришел, у нас служение проходит в воскресенье в 10 часов. Так что, если в 10 часов, будем рады видеть вас здесь. Если какие-то вопросы есть, можете подойти ко мне, задать. Прямо внимательно. Все, сейчас мы раздадим подарки, но не уходите. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Благодарим тебя за твою любовь, которую ты проявил вот в этом рождении Сына Своего на эту землю. И это рождение, твой Сын пришел не просто так, он пришел для того, чтобы освободить людей от греха, чтобы помочь людям жить правильной жизнью, правильной жизнью. Благодарим тебя за это. Помоги нам действительно чтить это, понимать смысл Рождества правильно и чтить имя Твое и следовать за тобой. Аминь.